Всем огромный привет от Медиа-центра Казанского Федерального Университета. На связи Александр, и мы с вами сейчас пойдем общаться с первокурсниками. Узнаем у них, каково им поступить в наш университет, каково им учиться, понравилось ли им что-то, может быть, что-то уже запомнилось. Ну а потом отправимся на экскурсию по деревне Универсиады. Смотри этот ролик, погнали! Я приехал из маленького, огромного городка Новоуральск, Свердловской области. Как получилось, что ты попал в Кифру? Да, на самом деле, всегда хотел попасть сюда, потому что это действительно качественный университет. Здесь очень мощное образование, именно по тому направлению, которое выбрал я. И общественная деятельность университета не может не удивлять. За один уже первую неделю учебы, наверняка, тебе что-то запомнилось. Поделись с нами. Наверное, самое первое, что приходит в голову, это поиск кабинетов и расписания, потому что это совершенно не школа, здесь все отличается. И сам формат преподавания, то что те знания, которые тебе начинают давать, они не похожи на школу. Блиц, я задаю вопрос коротко. Так, ты отвечаешь не обязательно коротко. Ознер или Дудь? Дудь. Оксимирон или Лариса Доля? Оксимирон. Телевизор или Ютуб? Телевизор. Подворота на штанах или Рэй? Подворота на штанах. Погулять по парку или посидеть дома? Погулять по парку. Макгрегор или Новом Галят? Макгрегор. Ну вот, собственно говоря, мы пообщались с первокурсниками, а теперь давайте отправимся в дерево Нью-Йорсиады. Итак, господа, не так важно, как я пробрался в дерево Нью-Йорсиады, более важно то, что здесь я нашел человека, который здесь уже очень давно живет, который сейчас нам проведет небольшую экскурсию по собственному дому. Он приятный. Сойдут. Прошли. Погнали. Итак, народ, как я уже сказал, внизу перед нами ветеран Зелина Нью-Йорсиад, человек, который живет в пятый ход. Здесь это Роман Гриевич Палинсков. Собственно говоря, Ром, дальше слово, наверное, тебе. Расскажи нам немножко о том, как обитает среднестатистический студент Зелина Нью-Йорсиады и какие плюшечки вы здесь живете. Среднестатистический студент обитает не так, как обитает в этой комнате, которая по дефолту рассчитана всего лишь на одного человека. Обычно комната здесь рассчитана на четырех, на двоих, на троих человек. Но вот стандартная, типичная однушка. Как видите, за шесть лет здесь стены помнят многое, помнят многих людей, которые жили раньше в этой комнате, которые сейчас живут в этой комнате, матрасы тоже помнят об этом. Но что замечать на таких комнатах, это наличие таковой балкона, откуда открывается просто шикарнейший вид на Приволжский район Казани. Если еще приглядеться, то можно увидеть и Кремль, можно увидеть и свой родной университет, который я люблю, Казанский федеральный университет, Ван Лав Е-Бой. Стандартная мебель здесь, что у нас случается? Здесь есть кровать, здесь есть подкроватная тумбочка, которая далеко, естественно, водоспитания не будет. Стол, тумбочка, надкроватная, по идее, тумбочка, но она у нас здесь стоит над столом. Естественно, шкаф, один стул, там есть разъемы под интернет, под телевидение, прихожей тоже толком ничего нет, но здесь есть прекрасная вешалка, которая хорошо держит все вещи, и также санузел на одного человека прекрасный, здесь вот можно спокойно уместиться. Вот, как вот. Ну, давай сходим еще, расскажешь немножечко про кухню, направимся туда. Да, в шкафе кухни, я разберусь, что там есть. На кухне все то же самое, что и в обычной советской кухне. Обычная раковина, электрическая плита, прекрасные соседки первокурсницы, также два шкафа сверху, два шкафа снизу, шкаф под мусорку, естественно, мусорка у всех российских, у людей из России она всегда находится под раковиной. Слушай, подожди, подожди, важный вопрос. Есть ли на этой кухне пакет с пакетами? Нет. Есть стол шикарный, на четырех человек. Прошу заметить, на четырех, но комнат здесь намного больше, чем количество. И холодильник. Ультра вместительный холодильник. Это практически старая советская свияга, только немножко модифицированная, я так понимаю. Да, абсолютно верно. Так, слушай, ну еще вот бытует такое мнение, что типа деревья университет делать нечего без мультиварки, и оно как бы доказано вот этим вот чудесным подоконником, где я вижу их уже две. Реально ли это так? Или ты прожил все время деревья университета, не обладая этой чудесной циклой? Я лично прожил без нее как-то спокойно все шесть лет, что я здесь живу. По поводу первого курса ничего не сказать не могу, лучше с самим первым курсом пообщаться. Ну и в принципе вот, все экскурсии по деревне университета, именно вот в этом доме прекрасно, доме 1-2. Приезжайте, маст. Ван Лавка, фу, ван Лав. Продолжение следует...